Пожалуйста, я уже представлял вам своего коллегу, председателя коллегии Евразийского экономической комиссии, Господа Мясниковича, пожалуйста, прошу вас. Уважаемый президент Российской Федерации, ваше превосходительство. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Российскую Федерацию за организацию на высочайшем уровне второго госсаммита и форума «Россия-Африка». Очень важного, мы считаем, и нужного мероприятия. Что хотелось бы сегодня отметить. Первое. Евразия и интеграционные объединения Африки имеют схожие ориентиры развития интеграционных процессов. Это важно. Они зафиксированы в наших программных документах. В первую очередь, это я хочу сказать о стратегии Евразийского экономического союза до 2025 года и повестке дня о развитии Африки до 2063 года. Внутреннее единство, повышение благосостояния граждан и конкурентоспособности экономики государств-членов. Как уже прозвучало, для реализации этих целей в нашем Евразийском экономическом союзе, реально, я подчеркиваю, реально обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович Путин, внес предложение дополнить этот перечень пятой свободой, свободой знаний. Что в этой ситуации, мы полагаем, очень актуально и о чем вот говорил и коллега. Несколько слов о нашем Евразийском экономическом союзе. Он успешно развивается, несмотря на непростые условия, в прошлом году достигнут рекордный рост экспорта, 21%. Это во внешне и 14% рост экспорта во взаимной торговле. В текущем году взаимная торговля приросла еще на 17%. В 23-м году ожидается рост экономики нашего союза более 2% по расчетам экспертов. Внутренний рынок Евразийского экономического союза полностью обеспечен зерном, мясом, молоком, сахаром за счет собственного производства. При этом, например, в 22-м году, в прошлом году, страны союза экспортировали десятки миллионов тонн зерна, 590 тысяч тонн сахара, 460 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, 100 тысяч тонн молока и молочных продуктов. Я так говорю, потому что потенциальные возможности торговли с коллегами из Африки хорошие, как продовольственными товарами, так и продукцией промышленности. Второе. Есть основания активнее развивать сотрудничество. Соответствующий фундамент создан. Мы имеем задокументированные отношения с Африканским союзом, Комеса, общий рынок Восточной и Южной Африки. Идет подготовка документов с Восточно-Африканским сообществом и экономическим сообществом государств Центральной Африки. Но нужны практические меры. Они нужны. Поэтому вот на завершающей стадии, уважаемые присутствующие, мы, хочу доложить, имеем переговоры с Египтом по созданию зоны свободной торговли. Кстати, на 14 августа текущего года Евразийская экономическая комиссия, коллегию которой я возглавляю, запланировала переговоры в Москве. Это шестой раунд переговоров по данному вопросу. Я почему обращаю внимание на эти практические дела? Государства, члены нашего Евразийского экономического союза, рассматривают всестороннее сотрудничество с Египтом, как определенный ключ к развитию партнерских отношений с африканскими странами в целом. Есть определенная инфраструктура. Сегодня об этом говорилось на пленарном заседании. Российская промышленная зона в Египте. И мы знаем о тех планах по ее серьезному развитию. Поэтому в этой ситуации, уважаемые руководители, просим, чтобы интеграционные объединения Африки дали, возможно, дополнительные позитивные сигналы своему бизнесу активнее работать с Евразийским экономическим союзом. В свою очередь, наши деловые круги такие рекомендации получили. Третье. В 2022 году товарооборот Евразийского экономического союза со странами Африки увеличился на 3,5%. Это, в принципе, небольшой процент с учетом потенциальных возможностей. Поэтому в результате принимаемых мер, уже мы имеем результаты практически первого полугодия, конкретно четырех месяцев, рост составил 15,5%. Это хорошие показатели и такими темпами необходимо двигаться дальше. Поэтому хочу поблагодарить за это наших африканских партнеров. Перспективы развития экономических отношений мы видим еще в одном направлении. Я на нем остановлюсь. Это совместная реализация проектов, конкретных проектов. Да, действительно, сегодня компании Российской Федерации осуществляют строительство атомной электростанции в Египте, Росатом, разрабатывают нефтяные и газовые месторождения на западе Африки, Лукоил, производят бокситы и глинозем Русал, ведет. В Южноафриканской республике ведется производство белорусских тракторов, специальная компания работает. В Египте действует совместное белорусско-египетское предприятие по производству грузовой техники. И, я полагаю, очень интересный проект – реализация совместной сельскохозяйственной программы Беларуси и Зимвабве. В прошлом году удалось получить впервые за последние 50 лет рекордный урожай пшеницы, что практически обеспечивает внутренние потребности этой страны в этой культуре. Позитивные примеры нашего сотрудничества планируем масштабировать. И компании стран Евразийского Союза имеют возможности наращивать поставки и машино-тракторной, и грузовой, и коммунальной техники, а также высокотехнологичного оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых, о чем вот говорилось в предыдущем выступающем. Здесь есть очень большая ниша, пока это незначительный экспорт, но здесь можно наращивать объемы. Причем хотелось бы обратить внимание на то, что речь идет не только о торговле, но и о технологическом трансфере. Создание локализованных производственных мощностей, обучение специалистов, реализации научно-образовательных программ, экспорте наработок в сфере информационно-коммуникационных технологий, то есть организовать работу по полному технологическому циклу. У нас в Союзе есть для этого соответствующие компетенции и опыт реализации совместных проектов. Поэтому данный подход, на наш взгляд, позволит повысить эффективность африканской экономики и создать новые квалифицированные рабочие места, а значит реализуется и социальная функция. Но нам надо иметь, безусловно, более эффективные мотивационные механизмы проектного сотрудничества. Для отработки данного вопроса мы предлагаем организовать евразийскую бизнес-миссию под эгидой Евразийской экономической комиссии, делового совета Евразийского экономического союза. В этом году председательствует Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин в страны Африки. По итогам выйти на формирование совместного проекта под рабочим названием «Евразийские технологии. Общее будущее». Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович и наших африканских партнеров, поддержать это предложение. Мы готовы работать и с нашими африканскими друзьями над другими проектами ради справедливого и успешного будущего. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я думаю, что такой общий обзор наших возможностей и указаний на конкретные проекты.